приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео поговорим с вами про лорейн 50т это танчик из боевого пропуска и он берется за жетоны принято считать что это танк полный мусор что он слабый и его нет смысла брать хуже него нет ничего но вот прикол в том что я потратил кучу жетонов на кобру и она мне ну не понравилась я понимаю что она типа сильная у нее есть там свой прикол и вот этот барабан бешеный сумасшедший но мне вот просто ее геймплей не зашел вот просто что-то оно мне не понравилось я не любитель фугасных танков и я все время жалел что я ее взял за кучу жетонов вот для меня это просто жетоны на ветер да может быть я когда-то соберусь с духом и все-таки нормально поиграю на кобре но я что-то подпробовал разочек и мне как-то вообще не пошло не понравилось не зашло я все время думал может быть на лору 50 надо было брать она и дешевле по жетонам и может быть получше попробовал я на пресс аккаунте поиграть на лоре 50t и этот танк мне на самом деле понравился да я понимаю что он очень слабый этот танк очень сложный и слабый но сложный он не так как обычно бывает в чем танки вот сложные то орудия кривое там сведения стабилизация там или пушка не опускается просто торчит прямо и все или броня плохая или неудобный или супер медленно в общем и целом проблему вот они такого плана либо даже может быть очень много проблем одновременно какие проблемы у лор 50t на мой взгляд только одна почему-то у этого танка дпм 1700 и когда бои происходит очень быстро то на этом танке нереально скучно играть да он типа быстрый он обалденно едет просто невероятно хорошая удельная мощность обалденная максимальная скорость очень большая по сути он ездит вообще как средний танк максималка вперед 60 назад 15 до назад скорость не велика 15 это немного но 60 вперед и причем он набирает там не точно не помню сколько по прямой прям 60 вроде не едет но что-то типа полтинника 40 до едет вообще легко не сказал бы что это танк прям супер быстро вертится крутится но едет он невероятно обалденно очень быстро но из-за того что он такая скорость у него корпус прям супер бумажный очень тонкие борта да они там что-то рикошетят углы неплохие но они супер тонкие vld с щучьим носом которые приведенку дают там какую-то смешную по сути приведенка nld 200 миллиметров 145 приведенка vld это тупо смех 160 миллиметров лючок но он находится далеко там за затылком и такая большая башня перекрывает лючок когда играешь через холмики через рельеф увн и 10 градусов играть удобно реально удобно плюс башня бронированная очень бронированная крепкая маска да там верхней части маски можно найти там что-то 255 миллиметров это даже скорее не маска а там где заканчивается маска и щеки башни 250 миллиметров но там очень тонкая полоска такая небольшая да иногда в башню пробивается на 250 тоже не ноль а вокруг этих 250 броня там минимально 300 а то и все 400 там короче жесть какая-то плюс крыша не бумажная 60 миллиметров крыши это офигеть и даже вокруг лючка крыша 40 миллиметров а передняя час 60 то есть не какие-то там правила 3 калибра ничего не пробьют но корпус супер бумажный буквально какие-то фугасницы того же самого базе 176 будет пробивать этот корпус на ура танкануть невозможно даже если вы рам будете будут стрелять в дальнюю щеку все равно там приведенки дай бог оси 200 получится это общение ну нереально надо выкручивать и он невероятно этот танк огромный неплохая стабилизация от поворота башни но от поворота корпуса и от движения средненькая это танк у нас в игре появился в патче 1 16 2 марта 2022 года то есть этому танчику год уже есть можно было в прошлом году его в боевом пропуске брать и вот в этом году снова мне в нем нравится все внешний вид он невероятно какой-то такой солидный он обалденно едет удобно стрелять орудие опускается крепкая башня всегда можно высунуть свою морду и ничего не бояться точность очень хорошая разброс на 100 метров 0 33 но сведения 3 секунды это жуть пробить основным снарядом 264 бэбэшка и летит она с нормальной скоростью галдой 308 пробитие тоже хорошие пробития альфа 400 альфа не особо как-то впечатляет но и много тяжей на девятом левеле с альфой 400 вопрос в другом 1700 дпм буквально секунды на 2 перезарядка хуже чем у большинства тяжелых танков с альфой 400 при этом я бы не сказал бы что они особо сильно хуже едут так они еще меньше размером и броня чаще всего в башне не хуже а в корпусе лучше на мой взгляд танк расплачивается за то что он такой быстрый тем что огромный размер и корпус вообще бумажный до хорошее пробитие хорошую вены хорошая точность за это мы можем расплачиваться с видением которые очень долго и окей ладно пусть будет пониженный дпм но не настолько же реально вот что мне в этом танке единственно просто не нравится в турбо бою ты настолько редко стреляешь с альфой 400 что просто у тебя не может быть много урона при этом ты успеваешь по карте поездить пострелять но смотришь после боя урона нет и становится вообще не интересно грустно как-то но если бой затягивается и он такой как на фоне вы видите то за продолжительный бой ты успеваешь настрелять много при этом при всем не хочется ехать ни в кого упарываться и выигрывать пвп поскольку какой нафиг пвп если челик просто любой даже у кого альфа 530 на е75 он будет стрелять примерно с такой же скоростью как и мы но у него альфа 530 а у нас 400 это смешно поэтому каждый раз приходится играть от союзников и просто быть огромным большим средним танком поддержки который из-под тяжка просто наваливает по чуть-чуть урон в крыску пытаясь там что-то от скилла от башенки эту венчиков за счет скорости где-то объехать что-то наиграть да это прикольно это удобно это порою даже интересно но если бой турбобой быстрый и арта гадит на голову по 500 то становится реально грустно с одной стороны он мне нравится он интересный с другой стороны я понимаю что он тупо слабый может быть я возьму этот танк себе на основной аккаунт может быть я буду на нем отметки набивать а может быть и нет я вот просто в раздумьях потому что отчет брать база 58 2 акционный тяжелый танк 9 уровня китайский его на последнем тесте по нерфе ли при том что он ней до нерфа не понравился он слабый какой-то броня отстойная еще и дпм кажется по нерфе ли это какая-то полная чушь плоская пт-шка немецкая сидеть в кустах мне это не нравится кобра у меня есть он мне не особо зашел хоть я понимаю что кобра сильный танк но мне просто но не нравится на нем играть кунзе панзер слабенький какой-то мне не понравился хотя некоторые утверждают что танк норм к 91 пт у меня есть он мне не нравится шарфутюр есть я на нем очень быстро наигрался мне уже надоело объект 777 мне понравился я на нем три отметки взял все файс ван мне очень сильно зашел танк супер удобные приятные три отметки очень легко взял ну и наигрался по сути что можно из этого всего взять у меня по сути почти все есть у меня только нету лоры 50 и 2 новых танков бз 58 2 и кпз-3 пт-07 хк но кпз-3 пт-07 хк вроде смотрится неплохо ему там апнули пушку в последнем обновлении в последнем тесте броня там рикошетная но не особо толстая но проблема в том что мне этот геймплей вообще ну такое на пол рубля хотя может быть этот пт-шкой будет популярность какую-то иметь но это не точно если эту пт-шкой отбросить просто потому что мне этот геймплей не интересен остается база 58 2 китайский тяж 9 уровня и остается лора 50 ты немецкая пт будет стоить 27 жетонов китайский тяж будет стоить 24 жетона лора 50 18 жетонов есть огромное желание взять лору 50 за 18 жетонов а на все остальные жетоны взять трофейного оборудования и личных резервов на серебро либо боны поскольку фейс-1 есть семьсот семьдесят седьмой есть шарфутюр есть к 91 пт есть кунзе панзер есть кобра есть трех танков не хватает самое смешное что на мой взгляд самый классный танк за жетоны которые можно взять фейс-1 он стоит всего лишь 9 жетонов также вроде как была информация что шарфутюра не будет но он будет за 9 жетонов поэтому на мой взгляд за 9 жетонов самые солидные сочные танки фейс-1 объект семьсот семьдесят седьмой и шарфутюр кто любит тяжи удобные и приятные это фейс-1 турбинку на него ставите и все по кайфу стабилизатор досылатель объект семьсот семьдесят седьмой просто ехать в город голду тяжей убивать от стеночки от бортика шарфутюр но это для ца картошки там кусты и обнюхивать они там любят на таком к 91 pts рань kunze panzer такая же беда лорен 50t слабоват по дпм и очень скиллозависимый мне понравился но я до сих пор ничего не решил кобра 24 жетона токсичный танк вроде как имбовый но опять же может не понравится на любителя короче ну и два новых танка 27 жетонов птшка немецкая но как шведская как будто бы и китайский bz 58 2 24 жетона мне что-то кажется что это полный шлак поскольку я смотрел вот это х смотрел его броню это прям то на что точно не стоит тратить жетоны только если вам вообще нечего взять на мой взгляд лора 50t наверное поинтереснее то будет она хотя бы ездит и пушка точно с хорошим пробитием единственно что дпм а нет но есть у военной крепкая башня а вот bz 58 2 броня отстойная дпм тоже там 20 раз нерфили вот такие мысли у меня про лорейн 50t в общем и целом танк мне с одной стороны зашел а с другой стороны в турбо боях очень обидно на нем играть сам был арчи карать красиво подписывайтесь ставьте лайки обязательно пишите свое мнение про танки за жетоны всем удачи и пока